Свинка Пеппа! Аквариум! Пеппа кормит свою золотую рыбку Голди. Пора обедать, Голди! Оу, Голди ничего не ест. Она выглядит грустной. Мне кажется, я одинока. У неё же совсем нет рыбных друзей. Наверное, стоит свозить Голди в аквариум. А что такое аквари-квариум? Аквариум – это такое место, где живёт много всяких рыб. Давай поедем в этот аквари-квариум, Голди. Это значит, поедем. Семья Пеппы повезла золотую рыбку в аквариум. Надеюсь, мы найдём для Голди подружка. Непременно найдём, Пеппа. В аквариуме каких только рыб не водится. Привет, мисс Кролик. Привет. Сколько вам нужно билетиков? Два взрослых и два для детей. И один для рыбки, пожалуйста. Рыбки плывут бесплатно. А в вашем аквари-квариуме живут разные рыбы? О, да. Скорее всего. Отлично. Мы пришли найти друга для Голди. Надеюсь, вы его найдёте. Приятного просмотра. Спасибо. В первом аквариуме живут только маленькие рыбки. Рыбки. Да. Как много маленьких рыбок. Рыбки, рыбки, рыбки. Рыбки-караси. В море синим кружат Голди-малыши. Неужели кто-то из них станет подружкой Голди? Хм, нет. Они же слишком маленькие. Посмотрим, какие рыбки живут в зале напротив. Хорошо. А вот и кошечка Кэнди и её семья. Привет, Кэнди. Привет, Пеппа. А что это вы здесь делаете? Мы сюда ходим постоянно. Гораздо лучше, чем смотреть телевизор. Мы обожаем рыбок. Мы пришли сюда найти подружку для моей рыбки Голди. О-о-о. Что в этом аквариуме? Я совсем ничего не вижу. О-о-о. Папа-свин, эта рыба прямо у вас под пятачком. Где же? О-о-о. Это какая-то гигантская рыба. О-о-о. Думаешь, эта рыбина могла бы стать подружкой Голди? Нет. Она слишком большая. Не беда. Давайте пройдём в следующий зал. А кто у нас в этом аквариуме? Динозавр. Джордж решил, что увидел динозавра. Никакой это не динозавр, Джордж. Эта забавная рыбка называется морской конёк. Ты так много знаешь о рыбках. Да, я рыбку люблю. Разве морской конёк может дружить с Голди? Э-э-э, нет. Он очень похож на динозавра. Остался последний зал. Идёмте. О, а что в этом аквариуме? Ничего, противная зелёная слизь. Фуа. Это не слизь, а водоросли. Неужели даже здесь водится рыба? О-о-о. Да, там живёт рыба с длинными ушами. Это какой-то кролик-рыб. Нет, это мисс Кролик надела водолазный костюм. О-о-о. Она чистит этот аквариум. Мисс Кролик поздоровалась. Под водой говорить очень неудобно. Хе-хе-хе. Здравствуйте, мисс Кролик. Это был самый последний аквариум. О, но мы так и не нашли подружку для Голди. А что у нас в соседнем зале? В соседнем зале кафе. О, замечательно. Моё любимое место. Привет, Пеппа. Ты нашла подружку для Голди? Нет. О, кто это? Это малыш Джинджер. Моя золотая рыбка. Он обожает аквариум. Хо-хо. Похоже, наша Голди всё-таки нашла себе замечательного друга. Хорошо, что Голди больше не одинока. Ура! Голди может навещать Джинджера в любое время, когда пожелает. Хе-хе-хе. Тимка, Пеппа. Самокаты. Сегодня чудный солнечный день. Пеппа и Джордж катаются на самокатах. Ми-и-и. Бр-бр-бр-бр. Ой. Джордж ещё только учится кататься на самокате. Он немного боится. Хе-хе-хе. 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 Джордж, давай. А-ха-ха. А-ха-ха. Ты что, Джордж? Хе-хе-хе. Тебя поучить кататься на самокате. Хе-хе-хе. Ладно. Тогда держись за руль вот так. Обеими руками. Теперь встань на самокат. Ой, нет, Джордж. Встань на самокат одной ногой. Хорошо. Теперь отталкивайся другой ногой. Вот так. Уи-и-и. Уи-и. Уи-и. Ха-ха-ха. Бррр. Джордж, получается. Джордж научился кататься на самокате. Хе-хе-хе. Пип-пип. Бру. Пеппа, Джордж. Хватит на сегодня. Пора идти в детский сад. Ну, папа, мы только начали кататься. Можно мы поедем в садик на самокатах, папа? Так, отличная идея. Это нам не помешает. Ура! На старт, внимание, марш! Уи-и. Подождите меня. До свидания, мама-свинка. До свидания. Пеппа и Джордж едут на самокатах в детский садик. Бру-бру-бру. Уи-и. Не так быстро. Давай, папа. Я вас не догоню. Подождите меня. Уи-и. Пеппа и Джордж приехали в садик. Хе-хе-хе-хе-хе. Пока, папа. Папка. Пока. Ой, теперь придется идти домой пешком. Мне нужны колеса. Минуточку. Они же у меня есть. Уи-и. Хе-хе-хе. Это здорово. Папа-свинк любит кататься. Хе-хе-хе. 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 Папа-свин, ты едешь на самокате Пеппе? Да. Гадаться это здорово. Попробуй как-нибудь. Пеппа и Джордж рисуют в детском саду. Мадам Газель, мы сегодня приехали в садик на самокатах. Очень хорошо, Пеппа и Джордж. Нарисуйте, дети, как вы сегодня приехали в садик. Хе-хе-хе. Я на велосипеде. Очень хорошо. А я пешком пришла. Очень хорошо, что ты подышала свежим воздухом. Мой дедушка привез меня на своем грузовике. Ага, чудесно. Маме и папе свинам пора забирать детей из детского сада. Ты не забыл ключи от машины, папа-свин? Давай не будем брать машину, мама-свинка. Но до сада очень далеко идти пешком. А мы не пойдем пешком. Зря я пошел пешком утром. Мы поедем на самокатах. Догоняй! Что? Ты уверен? Ладно. Мама и папа-свины едут в детский сад за Пепой и Джорджа. Это было здорово. Я же говорил, что идти пешком не надо. Мама, папа, вы привезли наши самокаты. Ура! Да, на обратную дорогу мы остались без самокатов Папа-свин, ты же сказал, что мы не пойдем пешком Да, пешком не пойдем Придется бежать Догоняй! Эй, подожди меня! Это здорово! Пепа, Джордж! Подождите маму и папу! Пепа и Джордж любят кататься на самокатах Это всем нравится Свинка Пепа! Гоночная машина Джорджа! Сегодня с утра над домом бабушки и дедушки Пепы светит солнышко Пепа, Джордж, папа-свин и дедушка-свин внимательно следят за соревнованием автогонщиков по телевизору Поднажми еще номер второй Эта машина все ближе и ближе к финишу Почему так громко? Это потрясающе! Машина под номером два на... Так-то лучше! Они почти подошли к финишу! Включи обратно! Ух ты! Какой потрясающий финал гонки! Я счастлив, что не пропустил такой прекрасный финиш Видишь, уже финиш! Сегодня замечательный денек Пошли бы на улицу и поиграли Хорошо, бабушка! Ну? Во что бы вы хотели поиграть? Джордж хочет играть в гоночную машину! Есть идея! Давайте соберем ему гоночную машину! А ты в самом деле можешь ее собрать, папа? Я нет! А дедушка-свин может! Что? Хорошо, я соберу Джорджу гоночную машину! Это сарай дедушки-свина, где лежит много полезных вещей Ну, что мы имеем? А, старая коляска! Нет! Джордж давно уже не ребенок, дедушка! Нам понадобятся только колеса, Пеппа! О-о-о! Это послужит корпусом! А это может быть сиденьем! Какое твое любимое число, Джордж? Любимое число Джорджа – два О-о-о! Эта гоночная машина будет супербыстрой! Ура! Дедушка, ему нельзя слишком быстро гонять! Он еще маленький! Не бойся, Пеппа! Это будет педальная машина! Без мотора, понимаешь? А-а-а! Осталось прикрепить рулевое колесо! И, разумеется, ему нужно надеть очки и шлем! Ха-ха-ха! Это гоночная машина Джорджа! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! На поляну пришли пёсик Бенни, зебра Зои и пони Педро! Привет, друзья! Смотрите, какая у Джорджа гоночная машина! Ух ты! Я тебя обгоню! И я! И я! Я тоже с вами хочу! Но где же твоя машина, Пеппа? Нет у меня такой машины! Не беспокойся, Пеппа! Ты будешь самым старшим механиком! А что делать нужно? Ты, если потребуется, будешь чинить машину Джорджа! Здорово! Надеюсь, чинить её мы будем очень часто! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Итак, гонки начинаются! Три раза вокруг площадки! На старт! Внимание! Марш! Они стараются! Давай, Джордж! Подходит к концу первый круг! Гонку ведёт Джордж! Что у вас тут за шум? Вы мешаете смотреть телевизор! Бабушка, у нас товарищеская встреча! Подходит к концу второй круг! Гонку по-прежнему ведёт Джордж! Хе-хе-хе-хе! Не может быть! У машины Джорджа внезапно отвалилось колесо! Где главный механик? Я здесь! Что будем делать? Поставить колесо на место! Хорошо, главный механик! Вперёд, Джордж! Вперёд! Не может быть! Джордж плетётся в самом хвосте! В руки педали! Джордж! Поднажми, Джордж! Давай, Джордж! Джордж сегодня победитель! Ура! Молодец, Джордж! Ты самый лучший автогонщик! Это здорово! А ты самый лучший главный механик, какого я знаю! Да! Я механик! Тин-ка-тек! Чья тыква лучше? Пеппа и её друзья в детском саду. Так, друзья, скоро Хэллоуин. Устроим конкурс, чья тыква лучше. Вы принесли тыквы? Да! Я вырастила тыкву из семечка. Моя мама купила тыкву в магазине. А у меня тыква сделана из пластика. Я не принесла тыкву, потому что дедушка ее еще не вырастил. Хорошо. Не забудьте украсить свои тыквы и принести их сегодня вечером на конкурс. Каждому из вас ждет приз. Дедушка и бабушка-свины пришли забрать Пепу. Бабушка-свинка, дедушка-свин, вы принесли мою тыкву для конкурса? Не беспокойся, Пепа. Твоя тыква еще в моей теплице. Скажи, она большая, дедушка? О, да. Это теплица дедушки-свина. Знакомься, это твоя тыква. Дедушка, это самая большая тыква в мире. Вполне возможно. Но как же мы привезем такую огромную тыкву в садик? Все по порядку, бабушка-свинка. Сначала нам надо превратить ее в фонарь. Во-первых, я выну все внутри. Теперь вырежем лицо. И поставим внутрь зажженную свечу. Красота! Затем положим тыкву в машину. Тыква очень тяжелая. Ну вот, первый этап окончен. Мы вынесли ее из теплицы. Затем второй этап. Положим ее на машину. Тыкву не поднять. Я же говорила, она слишком большая. Не такая она и большая. Нам просто нужна помощь. Алло, вертолетная служба спасения слушает. Мисс Крольчиха, помогите нам, пожалуйста. Это очень важно. Прилетайте быстрее. Вылетаю. Все дети принесли свои фонари из тыквы в садик. Добро пожаловать на конкурс чья тыква лучше. Если все здесь, то начнем. Папа нет. О, а где же она? Вертолет Мисс Крольчихи прибыл к теплице дедушки Слина. Ну, кого надо спасать? Мою тыкву! Надо доставить ее в детский садик к началу конкурса. Ладно. Прошу на борт. Следующая остановка – детский сад. Придется начать без Пеппы. Ой, а без Пеппы будет уже не так весело. И приз за лучшую тыкву, выращенную из семечка, получает… Овечка Сьюзи. Это я. Как здорово. Приз за лучшую тыкву, купленную в магазине, получает… Пони Педро. Это я. Иго-го. Приз за лучшую пластиковую тыкву получает… Что это за шум? Смотрите. Что это? В небе свет. Это летающая тыква. Это тыква Пеппы. Надо же. Привет. Простите за опоздание. Привет, Пеппа. Я не опоздала на конкурс тыкв. Нет, конечно. Приз за самую лучшую летающую тыкву получает свинка Пеппа. Ура! Это мой самый лучший Хэллоуин. Свинка Пеппа. Маленькая лодочка. Пеппа и ее семья сегодня собрались на пикник. Обожаю пикники. Я тоже. Поляна для пикника на том берегу реки. Ол, но как же мы туда доберемся? Мы наймем небольшую лодочку. Стоит позвонить в колокольчик, и она приплывет. Кто здесь? Это дедушка Кролик и его маршрутная лодочка. Желаете переплыть речку? Очень хотел. Стой, папа-свин. Мест больше нет. Пока, папочка. Не беспокойся. Я за тобой сразу же вернусь. Пока. Да, да, по волнам в лодочке летим. Коль увидим крокодила, громко закричим. Поляна для пикника. Все на берег. Спасибо, дедушка Кролик. Папа-свин все ждет, когда его перевезут на тот берег. Привет, мистер-свин. К папе подходят волки. Что ты здесь делаешь? Мы решили устроить пикник. Хотите составить компанию? Очень хотим, мистер-свин. О, еще пассажиры. Женщины и дети вне очереди. Стоп. Лодка уже переполнена. Я сразу же вернусь за вами. Пока-пока. Да, да, по волнам в лодочке летим. Если страшный волк нагрянет, громко закричим. Привет, Пепа. Привет, Венди. Мы приехали к вам на пикник. О, здорово. Но где же папа-свин? Я оставил его с мистером-волком. Как же я проголодался. Не беспокойся, у меня с собой корзина. Все на борт. Стойте, мистер-волк. Вам сесть уже некуда. Что вы. У меня возникла идея. Ждите нас здесь. Дедушка-кролик, мы скоро за вами вернемся. Ладно, посторожу корзинку. Мистер-волк и папа-свин пересекают реку вместе. Как же я проголодался. Ура, мы прибыли. Привет, папа. А где же корзинка? О, корзинка осталась у дедушки-кролика. Я забыл корзинку. Хо-хо-хо-хо. Какой же пикник без корзинки для пикника. Хо-хо-хо. Успеете вовремя. А как же я, дедушка-кролик? Нет мест, папа-свин. Я за тобой вернусь. На берегу появилась миссисутка с подругами. Привет, миссисутка. Если вы пришли на пикник, вам придется подождать лодочку, как я жду. Или можно просто переплыть речку, как вы это и делаете. А вот и ваши лакомства. Ура! К нам утки пожаловали. Они всегда рядом. Какой же без них пикник? Не хотите ли немного сыра, дедушка-кролик? Вообще-то, мне уже пора возвращаться. Но как можно отказаться от сыра? Ха-ха-ха. А я люблю желе. А я сэндвичи. Ягодки. Ха-ха-ха. Обо мне все забыли. А вот и тортик, миссисутка. Ха-ха. Вы его больше всего остального любите, да? И папа тоже. Ой, а где наш папа? Мы забыли о папе. Наконец-то. Я прибыл, чтобы доставить тебя на пикник. Ура! Папа-свин! О, мы про тебя забыли. Но я оставила тебе немного желе. А я вкусный сэндвич. А Джордж приберег для тебя клубничку. Какие же вы молодцы. А тортика у вас нет? Нет. Мы отдали торт уткам. Смотри-ка. Миссисутка принесла тебе червячка. Ого, спасибо, миссисутка. Цирка Пеппа. Двигаемся под музыку. Пеппа и ее друзья в детском саду. Дети, двигаясь под музыку, включите свое воображение. О-о-о! О чем напоминает вам эта музыка? Мне о пианино. Хорошо. Она напоминает мне о музыке. Да. Включите свое воображение. Какие картины вы себе представляете? Она напоминает мне о качающейся на ветру вишне, где-то на вершине красивой горы. Отлично, Ребекка. А теперь все представьте, что вы и есть это дерево. Вы на вершине горы, и вас качают на ветру. Вы это дерево. Ваши ноги приросли к земле. Почувствуйте ветвями ветер, а листьями тепло солнца. Вы деревья. Очень хорошо, дети. Я видела красивые деревья на вершине той горы. А теперь послушайте другую музыку. О чем напоминает вам эта музыка? Включите ваше воображение. Я знаю. Педро? Ответ. Это вишня на вершине красивой горы, да? Ммм, но ведь эта музыка быстрее, не так ли? Что, вишня качалась быстрее? Дэнни? Она напоминает марширующий оркестр. Молодец, Дэнни. В этой музыке очень характерный ритм для марша. Найдите подходящие музыкальные инструменты. Представьте, что вы и есть этот марширующий и играющий на инструментах оркестр. Ну, хватит. Отличный марш, дети. Вам было весело? Да, мы там вазей. Сейчас послушаем совсем другую музыку. Слушайте внимательно и подумайте, о чем она вам напоминает. Это космическая музыка. Это день рождения инопланетянина. Что случилось? Робот из будущего. Привет, я инопланетянка. Блип-блип-блуп-блуп. Я робот, я робот. Зинь-зам-зинь. Эта музыка лучше всех. Нет, нет, магнитофон сломался. Вот так. Ой. Так, скажите теперь, что это вам напоминает? Мне от нее скучно. От нее спать хочется. Что, магнитофон опять сломался? Нет, это музыка. Она напоминает мне о милом садике в жаркий летний день. О молодом человеке и разбитом сердце. Включите лучше космическую музыку. Это была не музыка. Тогда магнитофон сломался. А эта музыка вам что, не нравится? Нет. Мадам Газель, сломайте магнитофон еще раз. Нет. О-о-о-о. Наверное, всем не может нравиться одно и то же. Мне понравилась космическая музыка. И мне. И мне. И мне. Так, ладно. А что напоминает эта музыка? Я знаю, знаю. Она напоминает мне о том, как я прыгала по грязным лужам. Плюх-плюх-плюх-плюх. Пеппа любит двигаться под музыку. Это всем нравится. Свинка Пеппа. Песочница. Пеппа и ее друзья играют в песочнице. Представьте, что эта песочница пустынный остров. И мы будем жить здесь вечно. Если мы собираемся жить здесь вечно, этот остров должен стать красивым. Нужно построить на нем дома. И дороги. И торговый центр. Динозавры. Да, Джордж? На пустынном острове динозавров видимо-невидимо. Что это вы делаете? Строим необитаемый остров. На нем будут дома, магазины и дороги. А деревьев не будет? Нет. А с деревьями было бы красивее. Откуда же мы возьмем деревья? Мы отправимся в кругосветное путешествие на грузовиках и поищем себе деревья. Динозавры, вы будете охранять наш остров, пока мы будем искать деревья. Пеппа, Сюзи, Дэнни и Эмили представили, что отправились в кругосветное путешествие на поиски деревьев. Здравствуйте, мама-кролик. У вас где-нибудь нет свободных деревьев? Мы ищем деревья для пустынного острова. Понимаю. А много ли деревьев вам надо, чтобы получился лес? Получайте. Спасибо. Динозаврам очень нравится прыгать на пустынном острове малышей. Динозавры здесь все переломали. Непослушные динозавры. Теперь придется опять все складывать вместе. А что это вы тут делаете? Это наш пустынный остров. С дорогами и домами. Торговым центром. И деревьями. Смотрите, мы будем жить здесь вечно. Правильно? Мне кажется, острову не достает водоема. Точно! Озеро! Озеро есть. Чтобы у вас было озеро, нужно много воды. Но откуда же мы воду наберем? А мы облетим весь мир на аэропланах. Пеппа и ее друзья представили, что они летят вокруг света в поисках воды. Пони Педро катается на карусели. Привет, друзья! Привет, Педро! Мы строим необитаемый остров. С домами. И дорогами. Магазинами. Деревьями. И озером. Но для озера нам нужна водичка. Не знаешь, где бы ее добыть? О чем ты говоришь? Не понимаю. Это же не на самом деле. Мы просто играем. О, ясно. Вам нужна воображаемая вода. Да. Хм. Я знаю, где есть воображаемый снег. Можно его растопить и получить воображаемую воду. Где это? На вершинах гор. Это же горка. А ты представь гору. Ха-ха-ха. О! В чем дело, Педро? Просто сегодня жаркий день и весь снег растаял. А давайте представим, что он выпал. Нет. Снег на жаре тает очень быстро. О! Смотрите, смотрите. Там настоящая вода. Папа-свин пьет воду из фонтанчика. Вода! Папа, можно мы наберем одну маленькую ведерку водички? Мы делаем озеро. Хо-хо-хо. Ну, конечно же. Вода у нас есть. Отличная водичка. Приехал лисенок Фредди. Привет, друзья. Что происходит? Это пустынный остров. Мы собираемся жить здесь долго-долго. Только вот флага у нас нет. У меня есть флаг в машине сейчас. В машине мистера Лиса чего только нет. Хорошо бы не настоящий мистер Лис. Хорошо. Такое годится. Спасибо, мистер Лис. Теперь наш необитаемый остров просто безупречен. Мы можем жить здесь вечно. Правда? Ха-ха-ха.